Самый быстрый. В Наринмаре состоялись 13-е соревнования среди оленеводов и чумработниц Ненецкого округа Семенхат-Мерита. На зрелищном мероприятии работала и наша съемочная группа. Слово Александре Литковой. Тройной национальный прыжок, борьба на поясах, прыжки через импровизированные нарты и метание тензея. Посоревноваться в этом году в Наринмар приехали представители почти всех оленеводческих хозяйств округа. Перед началом обязательный медосмотр и инструктаж. Да, у нас есть врачи, которые проверяют медосмотр, давление проверяют, их самочистие проверяют, то есть их дает допуск. Это обязательно техника безопасности, это и соблюдать дистанцию, и не распить спиртных напитков на территории, что еще ходит у нас. Это спортивное поведение, на спортивное поведение дискортизируем участника. Открыл мероприятие глава региона Юрий Бездудный. Рад приветствовать вас на празднике, на спортивном празднике Семенхат-Верита. Самый быстрый. Со всех уголков нашего округа на этот праздник собираются оленеводы, чтобы выяснить, кто лучше управляет упряжкой, кто точнее бросает тензей. Проверить свои силы и выносливость в состязаниях, а также убедиться, насколько это непросто, мог любой желающий. Да прыгать легко, если это касательно техники. Дело уже в выносливости, в одежде, сколько она весит, в высоте прыжка. Вот у меня, например, была ошибка, я слишком высоко прыгал, больше затрачивал энергии. Ну и из-за этого быстрее устаешься, соответственно. И вот стартовали первые заезды на оленьих упряжках. Главное – событие праздника. Старт здесь имеет огромное значение. От этого во многом зависит победа. Некоторые животные, напуганные большим количеством людей, отказываются слушать своих хозяев. И гонка для них заканчивается, так и не начавшись. После трех отборочных заездов среди мужчин на старт выехали женщины. Первой на финише показалась упряжка Марины Апицыной. Трасса очень снежная, очень много этих трамплинов маленьких, очень снежная. Но участники рассказали, что проваливаются. Ну, мне хорошо, тем что, если бы она была бы очень скользкая, оленьи бы вообще быстро ехали, я бы на санях не устояла бы, не усидела бы, упала бы сразу бы. Второй к финишу приехала Александра Талеева, а третьей стала Ольга Левтысая. Для Марины Апицыной это первая победа в гонках на оленях в рамках соревнований Семенхат Мерита. Мы только сегодня приехали в Наринмар, упряжка ехала несколько дней. Они уже хотели обратно возвращаться, три дня назад, потом обратно приехали. И сегодня мы оленя привезли с красного на КамАЗе. Не думали, что выиграем что-нибудь, но вот, надеюсь, муж сейчас первое место займет. Девушка не ошиблась. Ее муж действительно приехал в первом финальном заезде. Вениамин Литков – постоянный участник соревнований. И эта победа для него не первая. Какие могут быть эмоции? Радостные, конечно. Немного уступили победителю в скорости Петр Вылка и Алексей Евтысый. Гонкам на оленях упряжках все участники готовятся основательно. Главное здесь хорошо обучить передового оленя, который ведет за собой остальных. Традиционно зимой упряжка состоит из трех оленей. Самый главный здесь – передовой. От его обучения зависит, как в целом побежит упряжка. А учить его начинают в возрасте трех лет. Соревнования собирают оленеводов и чумработниц из разных уголков Ненецкого округа – Большеземельской, Малоземельской и Канинской тундры. Семенхат Мерита – это не только праздник, где жители тундры выясняют, кто лучше всех управляет оленями, но и повод встретиться и пообщаться. Мероприятия уже проводятся много лет, и люди друг друга знают. Я не ожидал, чтобы встретиться и обвиняться новостями, обвиняться, кто-то кому-то заказал, какие-то поделки там. Рассказать о тех достижениях, о тех новостях, о тех лучших событиях, которые у них проходят в округе. Горожанам этот праздник за много лет также полюбился. Только раз в году у них есть возможность покататься на оленях. Мы ежегодно всей семьей приходим на праздник, обязательно болеем за участников. Очень такой позитивный, поднимает настроение. И вообще замечательный праздник. Победители соревнований были удостоены кубками и денежными призами. Остальные участники также получили поощрительные призы. Генеральным партнером спортивных соревнований выступает нефтяная компания «Лукоил». Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова